Приветствую вас, в известной степени ваш муж вам мстит, в известной степени ваш муж вами манипулирует сейчас, потому что ему это удобно, потому что сейчас ему это выгодно, потому что у него именно сейчас есть такая возможность это сделать, то есть вами манипулировать и развести себя подобным образом. Ну, что сказать, во-первых, вы никак ему не докажете, что вы его любите, просто потому что пропадет у него в таком случае основание для того, чтобы вести себя несколько по-другому, не так, как он ведет себя сейчас. А поскольку то, как он ведет себя сейчас, ему очень нравится, то он, скорее всего, переставать вести себя так не будет. Вот, просто потому что для него это значило бы потерять очень много, это значило бы потерять тот образ жизни, который он ведет сейчас, а этот образ жизни весьма-весьма ненапряжный. Давайте, давайте, вот, будем, ну, будем честны, да? Это ненапряжное образование. Вот. И, соответственно, мы можем говорить о том, здесь, что мужчина просто-напросто пользуется вами, пользуется именно потому, что вы считаете себя виноватой, виноватой вы считаете себя плохой, вы считаете себя ужасной, вы считаете себя какой-то, 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 вот, значит, ну, то, что вы сделали это плохо, вот, а именно изменили ему и, соответственно, мужчина просто-напросто отвергаливает вам ваше отношение к себе самой и вашу, грубо говоря, непроработанность этой ситуации. Потому что для того, например, кто изменяет, это тоже травмирующая история. Поэтому первое, что нужно понять, это то, что машина вам пользуется, им это выгодно, он и будет так пользоваться, потому что вы подкрепляете такой модель его поведения. Вот. С одной, с одной стороны, вот, с другой, с другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, с другой стороны. Тот факт, что вы изменили своему мужу, но ничего на эту тему практически не говорите. То есть вы ничего практически на эту тему не раскрываете, только просто, что изменили и всё. Говорит о том, что вы сами не очень понимаете, почему вы это сделали. В общем-то, это очень важный момент, очень важно понять, почему вы это сделали и что вам, вообще говоря, хотелось. Ну, вот, на тот момент, что вам было нужно, на тот момент, опять же, вот, и почему это привело вот к таким последствиям. Да, то есть, ну, то есть, совершенно очевидно, что вы, ну, что вы достаточно сильно были не удовлетворены себе. Раз, пошли на измену, а значит, вас, соответственно, ну, очевидно, что-то не устраивало в отношениях с мужем. И именно это породило измены. Но вы себе в этом, опять же, не признаётесь, к сожалению. То есть вы не говорите, что вот, меня что-то не устраивало, мне что-то не нравится или не нравилось. Я поэтому поступил атак. Вот, подобных вещей вы не говорите, хотя это очень важная история, это очень важный момент. Вы просто говорите, что изменило, ну, изменило, изменило, и всё. Нет, на самом деле, это крайне деструктивно. Крайне деструктивная позиция, потому что, ну, как бы она вас никуда, ни к чему не приведёт. Вот. Соответственно, вам нужно взять ответственность на себя за те действия, которые вы совершили. Взять ответственность – это ни в коем случае не обвинение себя, как вы могли подумать. Взять ответственность – это, скорее, понять и разобраться в том, почему это произошло, как эта ситуация стала возможной, а из-за чего, благодаря чему эта ситуация стала возможной. И перестать винить себя за то, что вы это сделали, перестать себя обвинять. Вместо этого признать те чувства и те желания, которые стояли у истоков данного действия. И их активно продвигать в своей жизни сможем. То, как вы ведёте себя сейчас, ни в коем случае не добавляет вам в его глазах уважения. Потому что он видит, как вы, ну, как вы унижаетесь перед ним. Он видит, как вы приезжаетесь перед ним. Он видит, как вы ломаетесь перед ним. Естественно, он вас не ценит, потому что видит, как вы сами себя обещаете. То есть, тут вы, в общем-то, не менее ответственны за то, как сложились ваши отношения на данный момент, чем ваш муж. С другой стороны, ну, резкая перемена вряд ли возможна. Скорее всего, ваш муж и до конфликта, до измены был, ну, в какой-то степени такой. Может быть, может быть, меньше, может быть, больше, но такой. Скорее всего, он был таким. И, на мой взгляд, вот как мне, как мне кажется, как мне кажется, ситуация здесь заключается основная в том, что вы изначально выбрали мужчину, который был склонен вот так вот к вам относиться. Потому что у вас, очевидно, заниженная самостынка, и вы говорите, что вы боитесь его потерять. А это означает, что у вас страх одиночества, который происходит из-за того, что вам самой собой некомфортно, и сами себе вы не доверяете. И на свои чувства вы опереться судя, потому что говорите не в состоянии судя, потому что вы описывать не можете. Из-за этого вам нужен человек рядом. Ну, а поскольку вы всегда объясняете, объясняете, что считается, что другой человек правил вам руководить. Именно эта позиция привела вас к изменению, когда вы терпели, терпели, терпели какого-то неудовлетворенности, а потом спонтанно ее реализовали. Причем это даже не секс, как таковой. Такая вот история. И, соответственно, в первую очередь нужно, я бы обратил внимание на признание ваших желаний. На признание вами самой ваших чувств и эмоций. Это необходимо. Это необходимо. И уже опираясь на них, вы можете выстраивать какую-то немножко другую линию поведения своим мужем, чем сейчас. Ведь сами подумайте, доказывая что-либо, да и именно доказывая что-либо кому-либо, в том числе своему мужу, вот в том числе, доказывая что-либо, вы же сами создаете прецедент условия. То есть, я делаю что-то, и при условии этого, да, вот при условии как бы этого, человек может, значит, как-то по-другому ко мне относиться. Но ведь любовь, да, если это все-таки именно любовь, любовь, она же безусловна априори, понимаете. И, ну, как бы это немножечко не вяжется, не вяжется с тем, что, с тем, как, как бы строят отношения, да, людям. Вот, а что еще? Ну, ваши отношения похожи в какой-то степени на созависимые, вот, потому что вы зависите от, ну, вы зависите от своего. Своего мужа, вот, и соответственно, эта зависимость порождает, да, порождает вот этот, этот, этот. Такой вот, ну, такой негатив. А вот. Понимаете, понимаете. Какая штука, какая штука, какая штука. Вот. Эм. То есть вот, в принципе. Эм. Ну. То, что можно вам. вам сказать а такая вот история на мой взгляд вот на этом в принципе в принципе на этом все я надеюсь я надеюсь что вам было полезно то что я сказал если вам понравился мой ответ я буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего я вам желаю всего самого доброго удачи и надеюсь что ситуация самым лучшим образом для вас разрешиться я не 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 не